Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на неделю. Анализируем период с 24 по 30 июня 2024 года. Смотрим, что вас ожидает, к чему стоит подготовиться, в целом, какова будет неделя и что она вам перенесет. Поэтому настраивайтесь и приступим. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Одни чаши выпады. Смотрите, семерка чаш, восьмерка чаш, туз чаш. Как основное действие, основной акцент, это знаете, как уходите от иллюзий. Перестаньте жить какими-то бесплодными мечтами, начните действовать. Когда в особенности вы не можете с чем-то определиться, сделать сложный выбор, масса сомнений, то знаете, выберите уже хоть что-нибудь, потому что действие в вашем случае это лучше, чем бездействие. Поэтому здесь не нужно впадать в отчаяние, что возможно не все так происходит, как вам того хотелось бы, или не все ваши мечты сбываются. Самое главное, чтобы сбывалась хоть какая-то часть, а для этого нужно действие. Поэтому уходим от вопроса сложного выбора, сконцентрируемся на чем-то одном и пытаемся это реализовать. Опять же, если, допустим, с точки зрения отношений, здесь, например, не идет речь о завышенных амбициях, здесь больше идет речь о том, определитесь, чего вы на самом деле хотите. Потому что это позволит вам выстроить тот фундамент жизни, который сделает вас счастливыми. И посмотрим, о чем здесь идет речь относительно личной жизни как таковой в целом на эту неделю. Для тех, кто у нас свободен. У вас по четверке монеты дно колоды Аркан Дурак. Здесь есть перспективы нового знакомства, но вы не готовы двигаться. Знаете, как и отношений хочется, но и дела для этого ничего не хочется. Хочется, что куда-то пришел, знаете, как вас завоевал, вам все дал, а вы, так сказать, ой, спасибо. Потому что здесь змея греется на солнышке, она не хочет какой-то активности. Это такая позиция «любите меня, любите». И Туз Чаш об этом говорит. Но, тем не менее, возможность знакомства у вас здесь есть. Главное, грамотно ею воспользоваться. Если вы в любовных треугольниках по четверке жезлов. Это ситуация, когда, если вы женаты или замужем, это будет акцент на сохранении семьи. То есть перестать маяться выбором, а понять, что вы имеете лучшее. Если вы в статусе любовника или любовницы, это будет стремление к тому, чтобы создать стабильный союз. И здесь может ситуация отыграться таковым образом. Если ваш текущий партнер или партнерша не могут вам дать такового развития событий, то будете уходить в новое, чтобы построить отношения с тем, кто готов к стабильному союзу. Для тех, кто у нас, прям две карты пошло, уже в устоявшихся отношениях. Пятерка жезлов и рыцарь монет. Это как раз утихомирить ваши споры, какие-то конфликтные моменты. Потому что убрать конкуренцию, убрать борьбу. И пары царю монет это стабилизировать ваши отношения. Уйти от ситуации завышенных ожиданий в отношении друг друга. Или того аспекта, когда, возможно, упали шоры любви, упали и ушли иллюзии. И вы видите человека таковым, как он есть на самом деле. Поэтому здесь будет восьмерка чаш и туз чаш. Это такая позиция, как полюбить вашего партнера или партнершу наново. Оцениваем ситуацию в плане работы, бизнеса и карьеры. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Шестерка монет указывает на аркан помощи. Причем это может быть помощь как социального характера, так и помощь со стороны вашего окружения. Здесь самое главное по восьмерке чаш не отнекиваться, не строить себя гордого человека. А принимать тот дар, который вам дают. Потому что на самом деле для вас это будет как благо. Опять же не отказываться от подсказок, от помощи, от идей, которые приходят извне. Допустим по работе, по заработку, по каким-то новым возможностям. Потому что для вас это будет крайне продуктивная информация. Для тех же, кто у нас является соискателем. Паш Жезлов. Дорогу осилит идущий. То есть ваша мотивация будет вас толкать к тому, чтобы вы развивались, двигались дальше. И даже если были моменты, когда у вас что-то не получалось по ряду причин. Допустим вы пробовали, не получалось, опять пробовали. Не бойтесь. То есть знаете как, пробуйте 20 раз. Потому что даже через какой-то неудачный опыт, вы все равно придете к тому, чего вы хотели. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником. Здесь по королеве чаш. Это ситуация, когда вы сильно эмоционировали по поводу уйти или остаться. Ну например, перед вами может быть выбор, как продвижение по карьерной лестнице. Или перемещение в рамках одного предприятия. Допустим другой отдел, филиал, цех, офис. Или вообще переход на иную должность в рамках одной организации. Может быть момент, когда вам конкуренты предлагают уйти к ним. Поэтому вот семерка чаш это карта трудного выбора. Какую же дверь вам открыть, что для вас будет более продуктивно. Восьмерка чаш это в большей степени знаете как сожаление. Я здесь только потратил сил, времени, строил карьеру. А теперь это все бросить, все это оставить. То есть вам сложно на это решиться. Но как показывают карты, смело идите в новое. Вам это будет во благо. Не сожалейте о том этапе, который вы прошли. И не держитесь за него. Потому что новые перемены для вас откроют более широкие возможности. Если вы владеете собственным делом. Аркан влюбленные. Новое партнерство, новые союзы. Да, для кого-то будет отказ от взаимодействия с прежними бизнес-партнерами. Плюс приходят новые. Потому что здесь идут перетрубации. Семерка чаш и восьмерка чаш. От одних отказаться, с другими сотрудничать. И видите, туз чаш. Для вас это расцвести. То есть сделайте выбор по сердцу. По своей интуиции. И все получится так, как вы планировали. По состоянию здоровья. Десятка чаш. Зачастую у нас указывает на вопросы наследственных заболеваний. И для большинства это будет связано с аспектами кровотока, лимфатока, варикозного расширения вен. Но еще есть такой момент. Психоэмоциональное состояние. Когда вы склонны себя к чему-то накручивать, к переживаниям. Или быть длительный период в состоянии хандры. То нужно будет это прорабатывать. И у вас по десятке чаш. Через общение социума, который вас поддерживает. С близкими, с единомышленниками. Потому что это дает вам тот колоссальный заряд бодрости, энергии и сил. Который вас воодушевляет. И заставляет идти к благоприятным переменам. Смотрим предостережение от карт. Жрец, семерка мечей и король монет. Это знаете как? Следуйте своим традициям. Не проповедуйте, либо не исповедуйте ложные ценности и цели. Которые вам могли быть навязаны извне. Не проповедуйте эти ценные, которые для вас ложные. Допустим ситуация, которая сейчас в тренде. Неважно какая. Например. К примеру, девушки массово делают пластические операции. Неважно, там нужно, не нужно. Одно дело, когда это действительно человека улучшает. И другое дело, когда человек уже просто имеет зависимость. И перекраивает себя в тысячный раз. Для того, чтобы добиться совершенства. Но как мы помним, лучше враг хорошего. Так вот, и здесь нужно руководствоваться тем же принципом. А понять, а мое ли это? А нужно ли мне это? Не обманываюсь ли я? Даст ли это мне стабильность? Буду ли я в ресурсе после этого? Опять же. Жрец, семерка мечей, король монет. Это может быть ситуация возврата партнера из прошлого. Для некоторых из вас. Но в чем предостережение? Человек не меняется. Понимаете? Человека легче сменить, нежели изменить его. Так вот и здесь. Жрец, семерка мечей. Не ведитесь на ложные заверения или клятвы. Потому что будете не единожды обмануты. Смотрим рекомендации от карт. Ну, тройка мечей. Это знаете, как сами себе не разбивайте сердце. И не разбивайте сердце другим. По тройке мечей не разбивайте себе сердце ложными надеждами, призрачными мечтами. Конкретно в рамках этой недели у вас должен быть такой принцип. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Лучше маленькие шажочки, чем вообще какое-то бездействие. И тогда вы будете с собой горды. Вы не будете страдать от того, что вы как бы упускаете время впустую. Смотрим с вами неожиданность периода. Так. Кольцо. Женщина. Якорь. Новые выгодные соглашения по работе. Новые трудовые контракты. Бизнес-партнерство. Для кого-то восстановление и укрепление отношений. В особенности после ссоры, после конфликта. Так сказать, когда вы вымели весь ссор из-за сбы, из ваших отношений. Еще это могут быть переживания по поводу новых соглашений, контрактов, проектов. Но эти переживания беспочвенные. Потому что действительно для вас эти новые возможности будут плодотворными. Поэтому, пожалуйста, действуйте. И у вас все будет замечательно. Пусть так и будет. Так с вами и закроем. От вас я буду ждать обратной связи по прошествии периода. Поэтому не забудьте черпнуть пару строк. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации. Или же обучение на картах Таро. Ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео. Благодарю вас за то, что вы со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok